здравствуйте друзья у вас на экранах оксана педагог и хохотушка вот да и значит мы договаривались сделать там может быть урок может быть другой урок третий урок и вот оксана сегодня что-то такое расскажет чтобы адресовать те проблемы которые довольно часто возникают у людей поначалу видимо то есть те кто так начинающие они путаются в трех соснах и знаете я вам расскажу дайте они будут расскажу значит я когда-то работал в лаборатории методов интенсивного обучения и там были ведь которые языками занимались ну и там был такой внутреннего такого плана анекдот как я приехал из вьетнама в советский союз три месяца назад за это время я выучил тысячу слов все они у меня вот тут в зёпе вот и значит чтобы вот не выглядеть вот так да а выглядит как бы солидно о чем вы расскажете сегодня я расскажу о другой части тех что вот для детей например язык это как воздух и например приходят они в первый класс учительница их уже научилась считать ну и не разрешает пользоваться палочками должны то в уме делать а дети под партой там считают сколько будет два на пальчиках то есть вот пальчики или рука даст время с человеком находится и ему не надо собой тетрадь брать или у него не всегда под рукой тетрадь там блокнот записи мисс курсов там лекций или там даже и телефон не всегда с собой когда можно посмотреть на руках всегда есть собой поэтому шпаргалки всегда пишут на руках да да это прям вот орган тела очень нужны и важны я расскажу как пользоваться рукой для того чтобы построить простые предложения при помощи глагола туби сначала скажем что такое глагол туби это глагол если на русский перевести быть существовать он во многих европейских языках сохранился в русском нет только вот в старом фильме советском иван васильевич менять профессию может вы помните аз есть не царь вот этот есть он сохранился а в настоящем в настоящем современном языке уже его нет вот но есть в английском и поэтому русскоязычные студенты которые говорят на английском часто его пропускают делая аналогию с русским языком поэтому для начала повторим да какие есть лица у глагола туби это из это а и это настоящим времени из а и мы возьмем местоимения с вами я наделал такой браслетик висючий на нем всяко много всяких с местоимениями местоимениями да местоимения ай местоимения you they we it he she значит запомните что на руке у нас местоимения на запястье да здесь а здесь мы нарисуем такой apple pie яблочный пирог и и яблочный пироги здесь будет из а и м а это это смысл который который да это а а вот тут а и мы знаем что he she it это из а you we they they it it m вот и попробуем начать с запястья двигаясь сюда например он голодный михаил петрович давайте he is hungry да я потерялся i am lost ему холодно he is cold да теперь если мы обратно отправимся у нас получится вопрос согнем пальцы и начнем ему холодно согнули пальцы вы чего а это чтобы удобнее было а потом пальцы у нас появится еще так ему холодно так что это вопрос что ли да задайте вопрос а is he cold is he cold ты потерялся are you lost я тут я тут я тут am i here я стоял пугают так ладно да хорошо теперь значит смотрите отсюда когда мы начинаем можно построить утвердительное предложение he is you are we are they are i am и так далее обратно если с ладони начнем с вопроса are you are you is she ok так если мы добавим пальцы ой и на пальцах напишем вопросительные слова when where what why how вот так вот так начиная с пальца можно построить спец вопрос узнать какую-то какую-то информацию о человеке например сколько тебе лет как тебе зовут how old are you да а 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 например а а а а а а и когда последнее такси такси when is last taxi как-то мне не нравится фраза сама хорошо ладно такси нет такси есть но последняя такси а теперь теперь представим себе что местоимея остаются на месте да а вместо вместо глагола to be мы поставим ду и газ я скажу потом зачем ду и даст стерли глагол тебе поставили ду и даст а вот сюда на локоть мы поставим любой глагол смотрите если вы петрович покажите пожалуйста ваши мышцы так и здесь образуется угол который похож на буквы будет глагол глагол любой своим play go run и теперь у нас давайте начнем сду сдаст потом значит ты плаваешь каждый день начинаем отсюда do you swim каждый день every day так а теперь добавим палец где ты плаваешь каждый день where do you swim every day и что ты делаешь каждый день what do you do every day ну и как часто ты читаешь how often do you read every day ну возьмем даст для хи и ши и где где он живет where does he live ага что он делает каждый день what does he do every day а как часто как часто он заполняет green карту если мы загнем пальцы задать вопрос на который вы получите да или нет ответ ты живешь калифорнии он заполняет green карту каждый день does he fill out the green card application она занимается спортом does-то датators какой глагол aunque ты то поставить nos play как что в калифорнии говорит дальше як и теперь теперь самое главное теперь самое главное как же отличить где ставить глагол to be a где ду или и даст когда вы используете глагол to be вы заканчиваете все свои вопросы вот здесь на браслетике вот тут так where are you from how old how old are you what is what is your name а ду и даст когда есть глагол вы ду ю лив вы ду ю своим how often do you exercise вот и весь секрет то же самое можно сделать в прошедшем времени с любым другим временем и задать любые вопросы да с этой хохмачкой можно так на международную конференцию методическую ну ну хорошо в практическом плане но вот допустим вы если вы урок ведете с живым человеком вы эту ладошку как используете ну на самом первом этапе мы учимся задавать самые первые вопросы вот изменим холда юмор и фран хуа ю вот а ю и так далее он мне задает я ему задаю и создается у нас июля беседы дальше например если мы начинаем с пальцев да если например мы начинаем с ладони или вот отсюда да за запястье мы можем сказать самые важные вещи когда мы приезжаем например я потерялся мне плохо мне холодно там-там ай а им лост а им колд а им сик а им рэйди что угодно дали там сказать о своих близких или спросить у человека а ю хангей а ю колд а ю ход а ю сикки вообще вот как бы с моей таскать пользовательской что ли стороны то я могу сказать что вот то что мы оставили глагол to be во временах ивана грозного значит это некоторым образом нас выдает когда мы начинаем разговаривать и вот и хочется сказать по-русски но вот как мы переводим да вот это вот вот у меня есть такая фраза там моя мама инженер да и так их пойма за инженер да вот так порогу в лоб но в какой-то момент должен приходит вот это осознание того что она без глагола вообще не бывает там должен быть глагол to my mother is инженер а м м инженером и вот этот вот еще и артикль тоже да а м м инженера не то что а я в инженеру но ну как то вот это вот она она как-то склад есть как это тренировать в человеке да это это уже ваша задача но при помощи chance то есть например вы отрабатывали глагол где ты кто ты что ты делаешь в инду и вот ду ю вайду ю хау фонду юанда скилой уэр до схеме how often does he и так далее when is he там вот исхину и так далее такое но это уже это потом когда человек поймет но не то что задолблен джеллинга когда много раз повторять но есть такая методика но для этого нужно ну сначала понимать что ты повторяешь и я с чего это берется потому что я думаю что человек который но готовится так переехать другую страну и познать много слов ну и так все время я и встречала в своей жизни а они рассыпаются слова не может выразить мысль он знает много слов а как их построить он не может поэтому при помощи трансформера да вот этого можно упорядочить упорядочить ваши слова выразить свою мысль это так скажем возможность построить не синтаксическую единицу дастся словосочетание а потом предложение и задать вопрос но но это все-таки в реальной жизни я не буду там в тренировке только если мы же говорим про начальный уровень да вот но я научила своих родителей у меня сестра живет в калифорнии у нее маленький сын им надо общаться с внуком мы выучили все вопросы при помощи ладошки они иногда так посмотри туда но коммуникация состоялась как внук по-русски не 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 говорит по-русски но очень хочет научиться но бабушка с дедушкой говорят вот такая практическая польза но хорошо а вот с точки зрения того что вот к вам приходит ребята да подучиться они приходят уже они понимают чем надо ехать в страну там работать или что-то наиболее вот допустим три наиболее таких резко бросающихся в глаза проблемы которые надо причем желательно так чтобы починилась не не сложно а просто да как раз вот про до ошибку про который мы говорили в начале вместо а игры go and go и говорят а и гоу и я говорю почему Например, я там часто хожу куда-то там в кино, I go to the cinema, например, или там movie theater, как там в Америке, вот, и оба говорят, потому что красивее звучит, I go in, ну вот, потому что у нас есть одно в настоящее время, в русском языке, в английском 4, вот. Да, и тогда, вот прям с первого урока, ну не поверьте, бывает уровень, такой бы один плюс, хороший разговорный, и мы возвращаемся к глаголу to be, я показываю разницу между глаголом to be и глаголом обычным, active work, ну и показываю руку, и иногда руку можно применить еще для сложных времен, но это попозже может быть. То есть глагол have, да, to have, он как бы у вас не составляет с ними троицу, он где-то у вас в стороне стоит, так я понимаю? С этим глаголом не делают ошибки, но если вы возьмете опять же трансформер, то have тоже можно поставить сюда, если он будет, если он вспомогательный глагол, а не глагол active, как have breakfast, да, это завтракать, а не иметь завтрак. А вот, например, там, I've got three sisters, это иметь будет означать, у меня три сестры. Ну, и я, например, поставлю сюда have, да, и тогда спрошу how many friends have you got? Have you got many friends? То есть вы не скажете how many friends do you have, вы скажете. Ну, можно и так. И так, и так. Друзья, вы видите, как запутались мы в трех глаголах, понимаете? На Руси там запутывались в трех соснах. А вот, значит, как только из Руси в Америку, так сразу начинаешь в трех глаголах путаться. Ну, знаете, что я хочу сказать? Что я даже уверена, что после видео будет говорить, что это, что это, как это работает, там, надо по-другому. Но я показала то, что у меня работает, да, я не носитель языка. Я считаю, что язык, это когда вы приезжаете в страну, и, как говорил Давлатов, как он, когда не хотел уезжать, он говорил, я не умею на английском шутить. Вот когда вы приедете в страну и научитесь шутить, то, значит, это уже язык. А я даю не язык, а норму, а базу, инструмент. Как этим пользоваться? А уже, когда вы приезжаете в страну, вы всякие замечательные местные слова можете выучить, местные, там, выражения, интонации и прочее. Это уже не моя задача. Да, да, мы о простых вещах, мы сейчас о простых вещах говорим. Или тех учителей, которых вы возьмете себе в стране, изучаем вы языка. Вот, поэтому я только учу инструменту. Хорошо, хорошо. Ну, в культурном... Я понял, понял, это с трансформером, друзья, это у нас трансформер. Вы думали, это у вас ладошка? Да, интересно, да. Мультируют чаще, детали пылятся. Ну что, хорошо, ладно, спасибо. Вы знаете, что мне еще напомнили? У меня был такой знакомый один дядька, он был директором ПТУ строительного в Молдаве. А в молодости он был борцом. И у него такая пятерня была, знаете, ну, такой... Вот. И я как-то его спросил, как он студентов набирает. Он говорит, а у нас, говорит, в Молдавии, каждое село, там есть день, когда сельский праздник, вот этого села. И я, говорит, хожу по этим селам, участвую в праздниках, там в викторинах, и там всюду есть мои студенты, они меня знают, они там другим, говорят, вот это там наш. Вот. И у меня, говорит, есть фирменный трюк, который я показываю. Я говорю, а какой? Он говорит, вот такой палец у него, вот такой. И он, значит, говорит, я дую в палец, говорит, потихонечку напрягаю мышцы, палец увеличивается. Да. И я говорю, и что, говорит, это популярный трюк, он говорит, да ты что, говорит, полсила, потом целый день в палец ходит, дует. Ну, в принципе. Так что я хочу сказать, что наши зрители, вот, значит, будут пользоваться трансформером, чтобы оно пошло не в то место, а вот куда надо. Последнее еще, что я забыла сказать. Ладонь, вот если вы грамматику возьмете, и будет там такое страшное словосочетание. Вспомогательный глагол. Вот вспомогательный глагол, да. Ну, это если человек открывает и сам начинает учить, да, ну, не на место приезжает, а готовит. Так, что за глагол такой? Это глагол, который помогает задать вопрос. При помощи него задается вопрос, он оказывает помощь. Так. Вот, и все вспомогательные глаголы находятся вот здесь. И тогда вы не будете его пропускать. Давайте пример, пример какой-нибудь. Ну, цц, дид, возьмите. Вспомогательный глагол. Дид, дид. Так. В прошлом, так. Тут вы помните, у нас обычный любой глагол, да? Здесь вспомогательный глагол дид, здесь местоимения висят. Так, давайте все вместе в одну фразу. Что ты делал вчера? Да. What did you do? Вчера. Yesterday. Ага. Ты заполнил грин карту вчера? Did you fill out грин карту application yesterday? Да. Теперь возьмите can. 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 Мочь. Can. А что ты можешь делать? What can you do? What can you do? Yes. Ну, вам далеко. With your грин карта application. Я могу ее заполнить. I can fill it out. I can. I can. Can you? I can. Ладонь, это можно сказать, как такой крещатик. Там все перекрещивается. Да, да. Потому что по-русски мы говорим без всякой ладони. Мы говорим, что ты делал вчера. Что ты делал вчера. Видите, да, что происходит? Что ты делал вчера. А в ладошке вспомогательный глагол. Вот did ты делал вчера. Ай-ай, заполнял грин карту. Хорошо, да. Ладно, я чувствую, мы уже нагрузили наших зрителей хорошо. Вот. И я их веселил как мог. Вам удалось. Если меня опять не закидают тапками, то хорошо. Ладно, хорошо. Ребятки, учите английский. Я думаю, что мы так как бы старались, правда, мы оба старались вас в положительном направлении продвинуть. Спасибо Оксане. Спасибо. Всего доброго. Всем успехом. До свидания.